Медиагруппа Авангард представляет Итак, вообще, если рассматривать взаимодействие субъектов в цифровом пространстве, можно по-разному этот вопрос систематизировать, но я предлагаю такой подход в Vision. Выпишем просто столбцы взаимодействия между гражданами, организациями, государством и устройствами. Вот эта табличка, видите, на пересечении клеточек представлена конкретная область взаимодействия гражданина с государством, гражданина с бизнесом, гражданина с устройством и так далее. Здесь представлены продукты и услуги нашей группы компаний, которые закрывают те или иные столбики. Видно, что все, в принципе, покрыто с одной стороны. И госуслуги, конечно, как главный канал взаимодействия. Антон, да это же реклама. Нет, нет, что вы. Это я просто... Это чтобы продемонстрировать, что все эти вопросы, с одной стороны, казалось бы, решены. Но, вот, как цветами я отметил здесь градацию качества этого взаимодействия. Если граждане с государством и бизнес с государством давно взаимодействуют, достаточно выстроен эффективный процесс, и понятно, каким образом это взаимодействие происходит, то, например, в интернете вещей есть большие проблемы с безопасностью и взаимодействием. Там еще много работы. В взаимодействии граждан с бизнесом есть проблемы, и чаще всего это какие-то решения достаточно кустарные, костыльные. И очень часто они не доведены до совершенства, не являются действительно хорошими, отработанными. Уже про взаимодействие граждан с гражданами говорить нечего, оно в цифровом виде практически не представлено. И доверие цифровым технологиям у граждан при отсутствии какой-то надежной третьей стороны юридического лица практически отсутствует. Да, ну, давайте поговорим, чем это вызвано, собственно. Ну, механизмы аутентификации физических лиц, применяемые на практике, ну, в основном такие действительно. Это пароли, одноразовые пароли, там, в рамках ДБО это практически всегда именно так. Криптографические механизмы аутентификации и биометрическая аутентификация или верификация в процессах, ну, например, с единой биометрической системой. Для объектов, появляющихся в результате взаимоотношений, механизмы аутентификации объекта, они, в общем, достаточно ограничены. Это фактически либо цифровая подпись, именно не в терминах 63-го ФЗ электронная подпись, а цифровая криптографическая подпись объекта. Либо это ключевой хэш, либо имид-вставка, которые позволяют аутентифицировать объект, подтвердить, что объект действительно корректный, нужный, правильный. И вот эти объекты должны как раз становиться результатом взаимодействия в цифровом виде. Это то, что является финалом того или иного взаимодействия. Что касается организаций, аутентификация организации чаще всего требуется при некотором информационном взаимодействии, при передаче данных или получении данных, которые, естественно, вызваны теми или иными нормативными актами. Вот тут на картинке приведено пять механизмов, которые используются достаточно широко. Это механизм ЕСИ, естественно, и механизмы СМЭВ. Такой прокачанный механизм в СМЭВе – это интеграционный модуль для трехстороннего взаимодействия, когда гражданин подтверждает согласие на доступ к организации к данным. Это то, что развивается сейчас в цифровой профиль. Это прямой доступ к государственной информационной системе. Часто это проприетарные какие-то непрозрачные истории по подключению. Либо это двусторонний ТЛС, либо какой-то защищенный канал. Иногда цифровая подпись там добавляется. И доступы через спецоператоров – это когда в какой-то области отрегулировано действительно законодательным или нормативным актом органа, ведомства, каким образом через определенные организации будет осуществляться подключение для обмена данными. Чаще всего здесь, естественно, тоже электронная подпись, защищенный канал, двусторонняя аутентификация применяются. Цифровой профиль, как некоторое развитие, вот с концепцией цифрового профиля картинка здесь перерисована. Некоторое развитие вот этого механизма взаимодействия трехстороннего, который, конечно, выходит за рамки вот той моей таблички, которая всего двухмерная. Надо быть трехмерной, когда могут быть три участника. Но это хороший механизм, который позволит именно доступ к данным осуществить. Ну и процессы взаимодействия соответствующие поменяются. Но здесь есть проблема. Несмотря на то, что вот это многообразие механизмов, средств и технических способов аутентификации граждан, объектов и организаций, оно большое, оно достаточно хорошо проработано. Есть масса продуктов на рынке, которые решают эти задачи. Но мы почему-то все время спотыкаемся на каких-то странных кочках, которые непонятно откуда возникают. Почему? Потому что на самом деле аутентификации недостаточно для того, чтобы полностью перевести аналоговый процесс в цифровой мир. Нельзя процесс установления личности сделать идентичным просто аутентификации по тому или иному фактору. Потому что когда вы предъявляете паспорт сотруднику полиции, например, сотрудник полиции как нейросеть проводит и биометрическую верификацию вашу, и биометрическое распознавание фотографии в паспорте, он проводит анализ документа. Кроме того, вы предъявляете фактор, которым вы владеете, сам, собственно, паспорт. Это не заменяется на пароль или даже на криптографическую аутентификацию один в один. Это другой процесс. Не говоря уже про сложные, более сложные процессы, вроде голосования, заключения брака. Ну, примеры можно приводить. Все помнят прошлогодние московские выборы в Мосгордуму с голосованием в электронном виде. По поводу расторжения брака я более веселый пример приведу. В одной всем известной государственной организации есть такой макет женильного автомата. Это такое устройство, терминал, к нему подходят два гражданина, предъявляют удостоверение личности. Один, второй, значит, прикладывают пальцы. Один, второй, значит, если пальцы совпадают с тем, что в документе, документ проверен, подпись имитента проверена, после этого они могут подписать согласие с вступлением в брак и, собственно, пожениться. Но это понятно, что это модель. Понятно, что вот этот терминал нельзя взять, распространить, поставить в каждом МФЦ и разрешить всем жениться, приходить в автоматическом режиме. Потому что брак – это, на самом деле, такое серьезное юридическое мероприятие, которое влечет за собой большие юридические последствия. И нельзя его просто взять и перевести по щелчку пальцев в электронный вид. То же самое касается, на самом деле, отторжения некоторых видов собственности, которые определенным образом регулируются. Вот эти проблемы с передачей квартир, которые, ну, с кражей квартир, да, с использованием электронной подписи, они, на самом деле, вызваны не тем, что электронная подпись какая-то не такая, что механизм плохой и ненадежный. Механизм электронной подписи гораздо более надежный, чем механизм ручной подписи. Потому что у вас, когда вы подписываете документ, это всего лишь какая-то очень слабая биометрическая аутентификация вас, как человека, который может сформировать такую закорючку. Электронная подпись – это надежный криптографический механизм. Просто сам процесс, который раньше был определенным образом устроен, требовал личного визита, требовал предъявления документов. Если он переводится в электронный вид и не требует всего этого, мы заменяем сложный процесс аутентификации и получаем, соответственно, проблемы, которые выливаются, на самом деле, в то, что недоверие возникает к механизмам техническим, а проблема здесь нетехническая. Вопрос подписания документа, он не торжественен аутентификацией субъекта, подписанта. Если мы аутентифицировали субъекта, это не значит, что он подписал какой-то документ, который мы ему подсунули. Это дальше мы рассмотрим. Это очень важный момент, переход от аутентификации именно к подписи объекта цифрового. И вот эти проблемы, которые, вскользь я уже упомянул, замена механизмами аутентификации других механизмов, тоже цифровых, которые нужны, но которые не могут быть один в один решены с помощью аутентификации, возникает иллюзия волшебной пилюли, что сейчас мы сделаем простой, удобный и для всех доступный механизм аутентификации и решим с его помощью всю электронную подпись, голосование, и все-все-все переведем в электронный мир, и станет нам счастье, вся коррупция будет побеждена и так далее. Вот это, к сожалению, сейчас уже все понимают, еще пару лет назад всерьез обсуждалось вот это, что давайте, вот есть ЕСИ, прекрасный механизм, отлично, давайте вот все сделаем через ЕСИ, этого будет достаточно. Недостаточно аутентификации. Ну и проблема с несистемным подходом вообще к принятию тех или иных механизмов аутентификации в нормативно-правовых актах. Взять, например, закон о телемедицине, там выбраны механизмы аутентификации врача-пациента, почему-то они такие, почему-то там ничего не говорится напрямую про, например, защиту канала связи, отсылка идет к уже требованиям в стек, а про конкретные механизмы аутентификации там прописаны. Почему такие, непонятно. Ну и много можно приводить примеров, когда просто лоскутно вот это законодательство, которое наполняется цифровыми технологиями, оно абсолютно не системно с точки зрения именно механизмов тех или иных технических. В результате получаем неадекватное отношение к рискам и угрозам. Граждане боятся технологий, хотя проблема, как я говорил, не в технологиях. Должностные лица не могут принять решение о внедрении той или иной технологии, потому что тоже не уверены, что все это приведет к хорошему результату. Юристы и технари друг на друга переводят стрелки, кивают и обвиняют либо в том, что технология плохая, либо в том, что законы написаны непонятно как. Ну и пространство для злоупотребления на стыке юриспруденции и техники, оно все больше и больше растет с тем, как мы в эту цифровую эпоху вступаем. У нас появляются вот эти зазоры между техникой и юристикой, и мы в эти зазоры злоумышленники немедленно устремляются для того, чтобы те или иные мошеннические схемы применять. Что нас ждет в ближайшем будущем? Именно в этой сфере, на мой взгляд, это вот четыре вещи. Цифровой профиль, про который уже немножко говорил, расширение применимости ЕБС, это вам хорошо знакомая тема, паспорт с электронным носителем и изменение в 63 ФЗ, которое вступит в июле и в 21 году. Это и электронные доверенности, и механизмы дистанционной идентификации, как это теперь называется в 63 законе, то есть установление личности при выдаче сертификата. Их теперь четыре, это очное, по, собственно, уже выданному, квалифицированному ключу, ну, сертификату ключу, и, соответственно, через единую биометрирующую систему и по загранпаспорту. Какие проблемы надо решить прямо вот сейчас, они очень горячие. Это переход именно от аутентификации к электронной подписи. Подписание кредитного договора при биометрической верификации через ЕБС и аутентификации через ЕСИА в некоторых банках действительно внедрено. На позавчерашней секции прозвучало, что это достаточно большое количество банков, которые уже внедрили такой процесс, это хорошо. Все они решают именно вот эту задачу, как связать аутентификацию с подписанным кредитным договором. Каждый по-своему совершенно, ну, иногда странными, костыльными способами. Поэтому вот этот вопрос, он системно не решен. Его надо решить, его надо обсуждать. Как мы, аутентифицировав человека, добьемся того, что он потом не откажется от того процента по кредиту, который у него установлен в договоре. Потому что его подписи нет. Соглашения о признании с банком какого-то механизма у него нет. Законом впрямую механизм не установлен. Как от аутентификации перейти к установлению личности? Тоже аутентифицировали мы по криптографическому ключу обладателя сертификата другого удостоверяющего центра и должны выдать ему сертификат. Окей, выдали сертификат. Он потом с нашим пошел в другой, в третий, в четвертый, в пятый. Вот эта цепочка из десяти удостоверяющих центров сложилась. Последним ключом и сертификатом он воспользовался для того, чтобы выполнить какие-то действия. А потом оказалось, что самый первый удостоверяющий центр некорректно выполнил процесс идентификации, которая была, например, очной. И как выстроить эту цепочку ответственности и раскрутить обратно, это сложно. Здесь тоже нужен понятный механизм, когда установление личности корректно, почему аутентификация, какие дополнительные условия, факторы и так далее должны быть. Про паспорт с электронным носителем. Вообще понятно, что это новый объект, новые механизмы, которые надо встраивать во все то, что уже сделано, и как это сделать. Это большая задача. Что-то где-то дополнится, заменится и так далее. Ну и цифровые доверенности, как новый механизм авторизации, теперь прописанный в прямую в законе. Это тоже очень интересная задача, как она будет правильно работать и как все информационные системы будут одинаковые этот механизм трактовать и использовать. Это проблема. Для того, чтобы эти проблемы решить, во-первых, юристы должны работать, конечно, вместе с технарями. То есть общая концепция должна быть такая, что юристы должны идти в техническую сторону, технари должны изучать юриспруденцию и вместе добиваться того, что единая иерархия вот этих цифровых механизмов, которую надо тоже еще выстроить, будет корректно транслировать аналоговые взаимоотношения в цифровые взаимоотношения, тогда, когда это допустимо. Может быть, эти же юристы и технари придут к выводу, что некоторые отношения нельзя перевести в прямую из аналога в цифру, не потеряв где-то по пути, не выплеснув ребенка с водой, как говорится. Иерархия механизмов в цифровой среде. Ну, вот эти механизмы идентификации, аутентификации, авторизации нужно выстроить в какую-то единую систему, стройную, которая будет понятна, прозрачно и по единым правилам транслировать те отношения, которые у нас уже есть, или новые отношения, которые благодаря цифровой эпохе мы можем развернуть и создать, и правильно их обеспечивать безопасность этих отношений. Сложные протоколы взаимодействия должны отдельно рассматриваться и должны, конечно, отдельно исследоваться, строиться, и требования к ним совсем другие. Это сложная задача каждый раз. Для того, чтобы перевести таким образом аналоговые отношения в цифровые, нужно построить модель этих отношений, определить субъектов, объектов и средства взаимодействия, и условия допустимости. Вообще, в какой момент мы можем переводить. Потому что те взаимодействия, которые мы имеем в аналоге, в бумаге, они часто совершенно не защищены на самом деле, но именно за счет своей аналоговости и за счет сложности манипуляции большим количеством документов, бумаг, сложности с необходимостью личного присутствия подписанта и так далее, они плохо подвергаются фроду. То есть мошенники не могут развернуться. Тяжело взять, подписать 150 договоров в разных местах одновременно, а в электронном виде легко. Поэтому надо оценивать и с точки зрения возможности перевода тех или иных отношений в цифру. Ну и общие задачи – это развитие новых дисциплин на стыке юриспруденции, компьютер-сайенс и общества знания. То есть именно воспитание вот этого нового поколения специалистов, которые обладают всеми этими навыками, которые будут строить уже новую эпоху и писать и законы, и требования к техническим средствам, и понимать, как это стыкуется правильно. Соответственно, воспитание потребителей и производителей, то есть образовательные задачи, и построение вот этих цифровых моделей взаимодействия. Мой доклад закончен. Спасибо.